Существует всего два типа получения горячей воды. Это бак-самовар и навесной бак. Они отличаются по конструкции, времени и способу нагрева воды. Какой из этих баков подойдет именно вам, давайте разбираться. Название вас не обмануло. Работает такой бак по принципу старого доброго жарого самовара. Внутри проходит труба, по которой поднимаются горячие дымовые газы. Именно они и нагревают воду. Устанавливается такой бак сразу на печь в качестве стартового элемента дымохода. Разброс по объему от 25 до 70 литров. Большего объема бака самовара не бывает, потому что большая масса воды может деформировать печь. Быстрый нагрев воды. Бак-самовар объемом 25-30 литров нагреться до комфортной температуры 80 градусов примерно за час. Бак самовара большего объема, примерно 50-60 литров, будет нагреваться чуть дольше, где-то полтора часа. Простой монтаж, не требующий от вас специальных навыков. Достаточно установить бак на печь, промазать все стыки герметиком и можно заливать воду. Дополнительные материалы, необходимые для отведения горячей воды от бака самовара в моечную, стоят совсем недорого. Вам понадобится 1 метр трубы из нержавейки, 2 муфты и кран. Обойдется это примерно в полторы-две тысячи рублей. Например, готовый монтажный набор баня номер один. Высота потолка в парной не имеет принципиального значения. Горловина для залива воды у бака самовара находится сверху. Получается, при средней высоте печи, где-то 70-80 сантиметров, горловина бака для залива воды у вас будет находиться на высоте полтора метра. Получается, что при высоте в парной потолка, где-то 2-2,20, у вас остается еще 50-70 сантиметров для комфортного залива воды в бак, либо из ядра, либо из шланга. Избыточная влажность, которая будет нарушать микроклимат вашей парной. После того, как бак самовар закипит, а это произойдет обязательно, вы получите вашу парную избыточную влажность. Обойти эту неприятную особенность можно, докупив бак самовар большего объема, он будет закипать дольше, либо периодически сливать горячую воду и добавлять холодную. Сложный демонтаж. Ранее мы сказали, что установить бак самовар на печь очень легко, а вот демонтировать его уже сложнее. На время замены бака вам нужно будет поддомкратить дымоход и оставить его в таком висячем положении, пока вы не установите новый бак. Трудоемкая очистка. Рано или поздно бак самовар засорится из-за качества используемой воды. Все забивающее накипь образуется по причине высокой жесткости воды, которая находится в садоводстве. Поэтому мы рекомендуем использовать с баком самоваром очищенную воду. Как вы, наверное, уже догадались, такой бак вешается на стену, либо в парной, либо чаще всего в моечном помещении. Принцип нагрела воды в таком баке иной, основан он на естественной циркуляции воды. Навесной бак имеет два штуцера – вход и выход. Системой труб он соединяется с теплообменником, который находится либо внутри топки печи, либо устанавливается сверху. Небольшой объем воды в теплообменнике, нагреваясь, по трубе поднимается в навесной бак. В свое время холодная вода из навесного бака по обратной трубе опускается вниз в теплообменник. Таким образом и происходит процесс нагрева воды в навесном баке. Большой объем воды. Ее хватит помыться всем. Баки навесного типа чаще всего встречаются объемом от 60 до 100 литров. Больше практически не встречается, потому что парящиеся будут очень долго ждать горячую воду или не дождутся ее вовсе. Нет проблем с избыточной влажностью воздуха, потому что навесной бак вешается в соседнем, в моечном помещении, а значит не портит микроклимат вашей парной. Легко демонтировать и чистить. Достаточно открутить от навесного бака трубы и снять его со стены. В процессе нагрева бак косвенно обогревает то помещение, в котором он установлен. Вода в навесном баке дольше нагревается. До комфортной температуры 80 градусов в навесном баке объемом на 60 литров вода будет нагреваться примерно 2 часа. И это летом в теплое время. В зимнее это время будет дольше. Непростой монтаж. Если вы ошибетесь с установкой навесного бака, то вы можете получить проблемы с нагревом воды. Или она не будет нагреваться вовсе. Дополнительные материалы для установки навесного бака стоят дороже. Вам понадобятся 4 метра нержавеющей гофрированной трубы, 4 муфты, 2 тройника и 2 крана. Стоит такой набор в районе 6000 рублей. Придется считаться с высотой потолка. Согласно технологии, навесной бак должен располагаться выше теплообменника под углом более 30 градусов относительно верхнего штуцера теплообменника. Таким образом, если теплообменник у вас располагается сверху на печи, то навесной бак будет находиться на высоте около 2 метров. Таким образом, залить воду в него вы сможете только со шланга. Наша рекомендация – покупайте печи для бани со встроенным теплообменником. Так вы сможете опустить навесной бак ниже. Итак, плюсы и минусы баков перечислены. Какой же выбрать в конкретном случае? Наша рекомендация. Если вы любите париться в бане большой компании от 4 человек и больше, если вы любите париться с веником, чтобы ничего не нарушало микроклимат вашей парной, берите навесной бак. Так он будет находиться отдельно в моечном помещении, а объема воды хватит, чтобы помыться всем. Если вы предпочитаете ходить в баню в одиночку или небольшой компании до 4 человек, предпочитаете просто сидеть и греться, нежели париться, то берите бак самовар. Долго ждать горячую воду вам не придется, а закипеть и испортить микроклимат парной он просто не успеет. Цена на баки самовары и навесные баки принципиально не отличается. Разница же цена только в зависимости от марки, используемой нержавейки и ее толщины. За баком самоваром или навесным баком для вашей бани приходите в сеть наших магазинов Народный Камин или переходите по ссылке в описании к этому ролику. Выбранный бак вы можете заказать на самовывоз или заказать доставку с оплатой по факту прямо на участке, либо наличными, либо картой. Приходите, мы будем очень рады вас видеть. Пока!